Значит, ну, первое, у меня хорошая новость, я все скачал с Zoom, все закачал на YouTube, мне осталось там только паблиш нажать и по папкам раскидать, вот это долгое время заняло, но я все сделал. Так, это первая хорошая новость, допереча, значит, лекция суббота, time series and stochastic process, ну, вроде все, если есть вопросы, то спрашивайте, если нет, то понесемся в лекцию. Ну, будем считать, что нет. Так, хорошо, тогда пошли. Значит, что я сегодня хочу рассказать в плане лекционного? Я хочу рассказать ETS-модель, ну, в общем-то, по стандартной схеме, предпосылки, какие-то свойства, как оценивать, как прогнозировать, ну, в общем-то, а зачем нам еще нужны модели временных трудов? Ну, вот, что-то мы немножко медленней, так получилось, что-то в этом году, поэтому план, что до Нового года у нас будет, наверное, вот что-то такое теоретическое, а после Нового года, соответственно, ну, пооценим что-нибудь в шпитончике такое практическое, вот. Потому что сейчас как-то, ну, не знаю, что-то мы с Петей в начале года напланировали там вжух, что-то вот вжух, ну, не знаю, онлайн, конечно, тяжелее, дальше контакт. Вот. Поэтому пока задачки на бумажке, а потом, когда там, ну, мы понимаем, чего оценивает компьютер, как он прогнозирует, то там, ну, вопрос, конечно, опыта остается, но по-хорошему, там технические задачи простые, все эти модели реализованы, написаны, они активно используются. Вот. Поэтому, ну, ладно, понеслась. Значит, наверное, самый хороший источник по, давайте я расскажу, так, тут какой-то вопрос в чате, сейчас, стоп, крейсерскую скорость не набрали. Ну, да, вот, да нет, ну, скорее, ну, это вопрос, ну, может, это отчасти там плохое планирование на шпите, может быть, отчасти там, как бы, из-за дистанта, потому что, ну, неудобно. Вот. Как ни крути, на доске больше надписей влезает, чем вот у меня на планшете. И как-то это поле зрения мешает. Ну, ладно, в общем, понеслась, не будем жаловаться, будем работать с тем, что есть. Значит, самый лучший, да, значит, проблема в чем? С ETS-моделями, они еще по-другому называются модели, то есть, значит, ETS-это расшифровка из error trend плюс, опс, вот меня в вышкинской сети выкинуло с ноутбука. Скажите, пожалуйста, меня с планшета видно? Ну, вебку вы имеете в виду? Или демонстрацию? А, ну все, голос есть. Нет, понятно, что вебка меня снимает с ноутбука, поэтому веб, значит, морда пропал. Ну, ладно, я перегружу сейчас компьютер, не знаю, почему-то меня Zoom на компе периодически выкидывает, хотя я из вышкинской сети, и, ну, я не знаю, что еще можно. Сделать, ладно, с планшета есть и ладушки. Вот, сейчас через некоторое время мордашка появится. Вот, ETS-модели, они расшифровываются как ошибка, тренд и сезонность, то есть, эти модели, в отличие от Arima, они прям интерпретируемы. Они говорят, вот эта составляющая, это у тебя тренд, вот эта составляющая, это у тебя сезонность, а это вот какие-то случайные факторы. Вот, то есть, она, в отличие, то есть, ее сразу плюс, она интерпретируема. Она вот явно ее можно интерпретируема, то есть, ее прям явно можно попросить разбить на составляющие. Вот, и даже можно ее использовать в таком ключе, типа разбил на составляющие, тренд сезонность прогнозировать ETS, а ошибку отдать другой модели. То есть, это позволяет не только интерпретируемость, но как бы разбить на части, разбить ряд на составляющие и дальше составляющие прогнозировать одну одним методом, другую другим методом и по-разному к ним относиться. То есть, она и сама спрогнозирует, но если, ну, можно еще играться, там, накручивать на нее и по-разному прогнозировать части. Вот, и достоинство в том, что она безумно легко обобщается. Безумно легко обобщается. Вот, прям вообще легко обобщается. То есть, если посмотреть на какие-то модели, которые, там, тот же Профет фейсбуковский, там, или какие-то другие алгоритмы, они зачастую основаны, то есть, вот, ETS, она там, Профет, там, UCM, там, ну, в общем, короче говоря, она обобщается в совершенно разные стороны, и этим она прекрасна. Вот, Arima, она уже обобщается только в многомерщину, вот, ну, вместо Arima возьмем Y не скаляр, а вектор. А ETS можно обобщать совершенно, вот, там, дописывать какие-то, там, еще эффекты туда и так далее. Вот. Еще вот такой у нее плюс, то есть, она такая лапочка. Но проблема с ней в том, значит, она еще известна как модель экспоненциального сглаживания. Модель, ну, по-английски exponential smoothen, модель экспоненциального сглаживания. И давайте я расскажу важный фактор, чтобы вы понимали про ETS-модель. У нее было трудное детство. Вот, у нее было очень трудное детство. Очень-очень трудное детство. Давайте вот так прямо напишем, что это важно знать, что у модели было трудное детство. Вот. В чем это выражалось? Если вот посмотреть на Arima модель, она сразу была, она сразу появилась как модель со случайной составляющей. Там сразу было вот, что ошибки U нормально распределены. Я могу сразу строить прогноз, могу сразу строить интервальный прогноз, могу считать там вероятность, проверять гипотезы. То есть вот Arima, она была сразу придумана как статистическая модель. Ну, статистическая, это означает, что там вот есть предпосылки, что там какой-то вот UT, он нормальный, там 0 сигма квадрат, там независимый. И это сразу позволяет там какой-нибудь предиктивный интервал построить для завтрашнего значения и так далее. А ETS модель, она же Exponential Smoothing, она изначально была придумана, ну, лет там 50 или 60 назад, я не помню, там, когда появляются ее корни. Вот. Она была придумана как не статистическая модель, а просто как такой вот ad hoc прием. Давайте вот так строить прогнозы, чуваки. И в результате, то есть она была придумана, появилась не как статистическая модель с полноценными предпосылками, там, вот U распределены так-то, там, вот, ну, с полноценными предпосылками, вот тут неизвестные коэффициенты, вот это оценки, вот мы там можем проверить гипотезу. То есть она появилась не как статмодель, а как готовый алгоритм прогнозирования, как готовый алгоритм прогнозирования. Ну, вот, делайте так, вот, как мы придумали, вроде неплохо прогнозируйте. В результате это привело к тому, что вот она такая была сирота. Вот Arima, там, AR, MA, это вот полноценные статистические модели, есть проверка гипотез, есть построение доверительных интервалов, есть там мет максимального правдоподобия. Ну, вот, как-то вот все по-людски, да, и вся теория, которая написана для ML, мы знаем, что там что-то при выполнении предпосылок там состоятельно. Ну, вот это вот полноценно, вот с детства вот в хорошей семье воспитывалась Arima. А вот ETS, из-за того, что она появилась не как статистическая модель, а как готовый алгоритм прогнозирования, вот, соответственно, у нее было трудное детство. И, соответственно, ей таки придумали статистические предпосылки, ей сказали, что вот, оказывается, можно записать такой набор уравнений, вести так-то случайную ошибку. Вот, но появилось это только, ну, если мне не изменяет память, там, ну, условно, в 2011 году, то есть очень недавно. То есть ей самой там больше 50 лет, и только в 2011 году она нашла свою семью. Вот, в результате получается такая штука, что она клево прогнозирует, она клево обобщается, она раскладывает на тренд, она просто вот, зайка, ее можно вот и интерпретируем, и обобщать можно, и разбить на составляющие, улучшать какой-нибудь прогноз частью какой-нибудь там нейросетью. Все что угодно можно, но из-за того, что она была бедной родственницей по сравнению с Арима моделью, то она изложена в гораздо меньшем числе учебников. Ну, типа, вот еще раз, человек, который там изучал ее и там был лектором до 2011 года, он должен был в своем учебнике, если он писал его, он должен был написать, что вот, ну, есть такой способ прогнозирования, он тоже дает неплохие результаты, но статистического обоснования нет. И поэтому вот Арима, Аэрма, это вот из каждого утюга, ну, любой, берете учебник по временным рядам, там будет Арима. И не факт, что там будет ЕТС. Вот. Вот такие пироги. То есть важно осознавать, что вот у этой модели было трудное детство. И поэтому она незаслуженно не рассказывается. На самом деле, ну, то есть Арима это тоже хорошо. Ну, то есть надо осознавать, что когда вот их записали в одном классе, то стало понятно, что это два пересекающихся класса, что вот есть Арима, а вот есть ЕТС. И есть модели, которые описываются и на том, и на том языке. Есть модели, которые описываются как ЕТС модели, но не как Арима. То есть Арима тоже хорошая штука. Не надо ее забывать. Не то, что она прям совсем померкла, когда вот у ЕТС появились статистические обоснования. Но, тем не менее, надо это осознавать, когда вы ищете источники по ЕТС модели. Во-первых, их, может быть, можно искать как Exponential Smoothing. И можно примерно оценить, когда источник был написан или кого он пересказывает. То есть возможно, что источник был написан в 2015, но по стилю изложения видно, что он пишет. Ну, вот такая вот формула прогнозирования, вот интуиция за ней такая. Но статистической модели нет. Это говорит о том, что автор пересказывает какой-то источник до 2011 года. Ну, вот такая вот петрушка. То есть просто, чтобы осознавать, что сначала... Ну, вот Арима сразу появилась как стат-модель, а ЕТС сначала появилась как готовый способ прогнозирования. А потом уже как вот такая полнокровная модель с предпосылками, с ошибками, с независимостью. Ну, и всякой вот тервером, который можно считать условным отожданием, условной дисперсией и всякие свойства выяснять. То есть это вот важный факт, который про историю ЕТС-модели надо знать. Так, поехали дальше. Значит, какой источник порекомендовать? Ну, на мой взгляд, самое лучшее изложение ЕТС-модели это у Хиндмана. Но оно, правда, в эра, не в питоне. Но, тем не менее, Хиндман – это такой гуру прогнозирования. То есть, ну, как бы вот он такой гуру прогнозирования. У него прикольная там личная история с прогнозированием. Вот, но, наверное, самый доступный способ. То есть он вот был одним из тех, кто открыл вот эту самую статистическую модель, которая дает нам экспоненциальное сглаживание. И он активно вот пиарит прогнозирование рядов, разрабатывает там пакеты для R. И, соответственно, вот там книжки опенсорсные. И можно загуглить. Раньше она прям гуглилась, выпадала первой в списке FPP3. А потом с ковидом FPP3 – это стала марка маски респираторной. И она по FPP3 стала хуже гуглиться. Но это Forecasting Principles and Practice – третье издание. Forecasting Principles and Practice. Ну, пока сейчас есть третье издание. Вот. Ну, надо осознать, что оно на R. Ну, в питоне, в... Соответственно... Так, дайте я у меня комп перегрузился. Я могу уже показать мордашку. Вот. Ну, она легко гуглится. Тем не менее, то есть если вы наберете Rob Hindman FPP3, то вы ее тоже поймаете. И она открыто доступна. И там целая глава по... Или даже две по ETS-моделям. И поскольку он пишет, скорее, с практической точки зрения, хотя он сам осознает теорию, вот. То поэтому... Ну, давайте я сразу ее сброшу в чат, чтобы не забыть. FPP3, Hindman. Вот. Ну, она прям... Если не добавлять Hindman, то раньше FPP3. Прям искал так FPP3. Вот. А сейчас надо указывать Hindman, потому что это марка маски. Вот. Это, соответственно, хороший источник онлайн. Открытый. Ну, и там глава. Ну, вы найдете. Там она... Exponential Smoothing, восьмая глава. Ну, она идет даже до Аримы, потому что она интерпретируема. Вот. Ну, и... И там, соответственно, вот и все уравнения. Там, то есть, как бы... Ну, вот. Тут вот глава 8. Глава 8. То есть, если что почитать, то можно там и там вполне хорошо. Хорошо. Значит, там, правда, примеры ВР. Ну, соответственно, в питоне, естественно, это тоже все реализовано. И можно... Ну, в питоне такого красивого изложения я не видел. Вот. То есть, можно, наверное, если говорить про питон, то что у нас есть? То есть, у нас есть SK, как он называется, не SK Learn, а специально для временных рядов SK Time, он называется, да? Нам SK Time. Вот. То есть, если вы хотите питоновскую реализацию, давайте я скопирую. Сразу... Упс. Чун-чун-чун-чун-чун-чун-чун-чун-чун-чун-чун-чун-чун. То значит, питоновская реализация. Это SK Time можно посмотреть. Ну, и statsmodels. Сейчас я тоже сразу кину ссылку. То есть, мы это на практике сделаем в следующем семестре. А сейчас мы займемся теорией, но тем не менее, чтобы вы понимали, что вот оно все есть и все написано. Вот. И вам особо... Ну, кода писать мало. Ну, собственно. Так. Вроде, вроде, вроде... Вроде все. Введение. Поехали. Теперь про модель. Вопросы есть? Онлайн все молчат. Ладно. Меня видно? Да. Так. Понеслась. Тогда... У нас сегодня две лекции будет или одна? Две. Мне... Петя сказал две. Хорошо. Вот. Я так понял, что Петя мне сказал, что вы предпочитаете перерыв покороче. Это правда или там как положено? У нас обычно вторая пара, она не час двадцать, а час идет. Ну, спеть. Не, ну я знаю, это еще Достоевский говорил, что типа одного оратора больше двадцати минут слушать. Это журненько. Согласен. Так. Ладно. Поехали. ЕТС-модель. Вот. Значит, ЕТС-модель... Все. Ну, здесь такой... Я понял. Тогда, значит, вторую... Ну, нормально. Нам хватит. Материал у нас полно. Вот. Значит, ну, первое, что надо понимать. ЕТС-модель – это не одна конкретная, а это класс моделей. Вот. ЕТС-моделька – это класс. То есть, это не одна конкретная. Там вот пять параметров оценивай. Да. Это вот может быть с одним параметром, может быть с двумя, может быть с тремя. То есть, ЕТС – это класс моделей. ЕТС описывается, так как бы это по-русски неоднозначно звучит, тремя буквами. Да. Тут вот какими-то тремя буквами. Ну, первая буква отвечает за то, как в модель входит ошибка. Вторая буква отвечает за то, как входит тренд. И третья буква отвечает за то, как входит сезонность. Ну, и какие тут буквы возможны? Возможно, А – это значит аддитивно. Возможно, М – это значит мультипликативно. Возможно, какой-то вариант N не входит. Возможен вариант, как вариация A с буквкой D, с индексом D. Это означает аддитивный убывающий, аддитивный затухающий. Либо там автоопределение. Есть ЕТС, какая-нибудь А, А, Н. Это означает, что ошибка аддитивная, тренд аддитивный, сезонности нема. Или какая-нибудь там ЕТС, А, А, Д, А. Это означает ошибка аддитивная, тренд аддитивный. Вот это для тренда. Давайте я уточню, что для тренда еще есть одна опция. Аддитивный затухающий и сезонность аддитивная. Окей? Нормально? Сейчас напишем уравнение, не переживайте. На таком словесном уровне это не останется. Просто издалека, что их много. Я вот оценил там. Ну и есть какой-то автоподбор. Еще я не помню в синтаксе статс моделовский. По-моему, Z. Z – это автоподбор. Ну, там, типа, какую буквку поставить. Ну, я не помню. ВР точно за это. Питон копировали, сэр, в этой части. Поэтому, наверное, автоподбор. Ну, надо смотреть. Издалека. Окей? Сейчас перейдем к уравнениям. Не переживайте. Все, сейчас будет нормальное там уравнение. Пока все ок? Пока да. Хорошо. Никто там еще в обморок не упал? Нет. Пока как раз-таки все замечательно. Потом посмотрим. Хорошо. Ну, тогда давайте начнем с какой-нибудь, чтобы сразу все-таки было две составляющие. Ну, как бы, как, как, ну, если я вам опишу ААН, ну, вы из нее легко получите АНН, просто зачеркнув одну составляющую в баню. Вот. То есть, ну, как бы, так, хорошо. Ну, значит, поехали. Давайте начнем вот с такого примера. И сразу станет понятно, ну, как выглядит пример каких-то моделек. Да. Значит, что у нас есть? Давайте я сначала поговорю об обозначениях. Обозначения. Обозначения. Yt – это наблюдаемый наш наблюдаемый ряд. А все остальное – это розовые вымышленные слоны. Но из-за того, что эти слоны полезны для прогнозирования, то, то есть мы остальное все не наблюдаем, все остальное – розовые слоны. Все остальное – розовые слоны. То есть это вымышленные объекты, которые человек видит в ряду. Нет никакой возможности, кроме как сравнить модели по прогнозированию, сказать, о, я вот, моя модель так разбивает на тренд и сезонность. А другой говорит, нет, моя модель так разбивает на тренд и сезонность. И первый человек говорит, нет, я прав, а ты дурак. А второй говорит, нет, я прав, а ты дурак. И как бы, поскольку нет такого, мы не наблюдаем тренд и сезонность. Это вымышленные характеристики. Это то, как мы себе представляем ряд, чтобы он был проще для человеческого понимания. Нет некого эталона, чтобы сказать, вот Вася правильно поделил на тренд и сезонность, а Маша неправильно поделила на тренд и сезонность. И поэтому все остальные показатели, которые сейчас будут, текущий темп рост, ошибка, некий уровень долгосрочный, скрытый уровень показателя, все эти вещи, они вымышленные. Но если модель классно прогнозирует, то, значит, эти розовые слоны оправданы. Но еще раз, надо осознавать, что бессмысленно спорить на тему, вот эта модель лучше раскладывает на сезонность, чем та, потому что у нас нет некого эталона. Мы можем говорить, что эта модель лучше прогнозирует, а это хуже прогнозирует, но даже это не является доказательством того, что она лучше раскладывает на сезонность. Может, у меня модель хорошо раскладывает на сезонность, и если это разложение как-то еще потом чем-то другим демоделировать, то, ну, то есть, в общем, короче говоря, нет критерия, по которому бы мы могли сказать, вот это разложение Y на сезонный тренд и что-то еще хорошее, а вот это плохое. Ну, то есть, мы как бы, ну, это наше видение мира. Вот, поехали. Значит, какие будут розовые слоны? Будет слон LT, это, соответственно, будет некий идеализированный, идеализированный Y. Это Y, как бы вот, Y измеренный без помех, то есть, по-английски он называется level, уровень, вот, то есть, это некий идеализированный Y. Ну, то есть, если можно себе представить такую вот простую модель, что вот, ну, есть показатель все время на одном уровне, а я его наблюдаю с ошибкой, то больше, то меньше, то больше, то меньше. Ну, то есть, вот, об Y можно думать как о, с ошибкой измеренным L, то есть, можно думать, вот, интуиция здесь такая, что YT – это с ошибкой измеренной LT. То есть, вот, об этом LT level, можно говорить, что это идеализированный Y, какой-то равновесный, равновесный какой-то вот Y, ну, вот, что-то такое. Значит, сейчас начнем писать уравнение, просто я все скажу сразу. Дальше, соответственно, будет, помимо этого, будет BT. Это мгновенный текущий темп роста, мгновенный темп роста. Ну, поскольку тренд допускается, то вот будет BT, это мгновенный темп роста. И, соответственно, еще будет ST, сезонная прибавка. Вот, сезонная корректировка. Сезонная корректировка. И еще будет UT, это случайная ошибка. Вот, соответственно, смотрите, на 1YT у меня имеется 4 розовых слона. LT, BT, ST и UT. LT я реально измеряю, а мне модель скажет, о, в твоем YT, вот ты мне дал ряд YT, а модель там оценит какие-то параметры и скажет, о, тут вот LT за кадром такой, вот тут BT за кадром такой, ST за кадром такой и UT за кадром такой. То есть модель мне на самом деле, вот этот YT, по нему единственное, что я наблюдаю и засовываю, ну, то есть я вот на выходе, то есть вот ETS модель, она позволяет делать две вещи. Я вот засуну туда Y1, YT, а модель мне, во-первых, найдет по этому ряду розовых слонов. То есть у меня будет L1, LT, B1, BT, S1, ST, кого еще не написал, U1, UT. А еще модель мне позволит делать U с крышкой T плюс первая, ну, с интервалом, поскольку она статистическая, она такая не бедная родственника, а ныне она вот уже как 9 лет, она уже такой вот полноценный, благородная донья статистического общества, да, то есть и предиктивные интервалы. Вот, но еще когда мне рассказывали, да, и даже я когда уже, ну, собственно, я давно преподаю, но даже я вот когда начинал преподавать, я тоже говорил, ну, ETS модель, это где-то там на окраине, вот кто-то придумал формулу прогнозированную, почему она неплохо работает, никто не знает, давайте о Риме, потому что ей можно строить доверительные интервалы. Вот, а вот в 2011 году вот она стала, то есть надо осознавать, что у ETS модели была трудная история, но она вот таки стала полноценной благородной доней, вот моделью, то есть на самом деле она настолько прекрасна, что модель нулевого выбора для месячных данных, если у вас нет ничего дополнительного к ряду предикторов, каких-то просто месячных данных, все это ETS, то есть она настолько прекрасна, так, что-то у меня батарейка, сейчас мы покормим планшет, то есть она настолько прекрасна стала после этого, что сейчас модель нулевого выбора для каких-то жестко периодичных данных, типа месячные, там квартальные, это ETS, это не Арима, вот, ну, либо это обобщение ETS, вот, ну, и еще раз, я не утверждаю, что Ариму нельзя обыграть, иногда та выиграет, иногда та, то есть это хорошие конкуренты, но вот такая петрушка. Так, ну, поехали, наконец, уравнение, все, наконец, мы пришли к ETS, А, А, Н, ближе к уравнениям, ура, уравнение. Ну, значит, давайте начнем с самого простого уравнения на UT. UT нормально, 0 сигма квадрат и независимо. С уравнением на шум, на ошибку, все нормально, есть проблемы, нет проблем? Да, так же вроде все понятно. Ну, по-моему, тоже все понятно. Вот, давайте дальше с уравнением на, ну, сезонность у нас равна нулю, да, сезонности у нас мы заказали, то есть еще раз, вот это, А, это относится к ошибке, то есть ошибка у нас входит, Т, это относится к тренду, а Н относится к сезонности, да, то есть сезонности у нас не будет. Вот, хорошо, ну, поехали к тренду. С трендом проще всего. Текущий наклон, текущая скорость роста показателя Y равна предыдущей скорости роста, плюс то, насколько сильно ошибка влияет на темп роста, то есть плюс бета умножить на UT. Еще раз, вот это по смыслу, это текущая скорость роста, вот это, соответственно, вчерашняя скорость роста, а это то, насколько ошибка повлияла на скорость роста. То есть было положительное U, чуть быстрее начнет расти, было отрицательное U, чуть медленнее начнет расти. Нормально? Пока да. Вот, дальше давайте уравнение для следующего попугая, в смысле фламинго, розового слона. ЛТ, долгосрочный уровень, ну, вернее, не долгосрочный, а такой равновесный, скрытый, это такой идеальный Y. Вот если бы не было помех, ну, грубо говоря, можете представить так, вот я считаю там какую-нибудь, не знаю, динамику денежной массы там, и вот та денежная масса, которую вот она в статистике, ну, она тоже как-то с какими-то погрешностями измерена, вот, и вот это Y, а L – это, ну, некое фактическое значение показателя, то есть можно так рассуждать, что ЛТ – это вот некое идеализированное фактическое, а Y, Т – это намеренное, то, что мы измерили, измерили, и у нас есть в реальности еще какая-то ошибка измерения. Измерили, вот, с ошибкой. Вот, значит, ЛТ, ну, как определить долгосрочный уровень? Это вчерашний долгосрочный уровень, плюс, насколько меняется вчера, за вчера, насколько изменился долгосрочный уровень, плюс альфа на ошибку. То есть это долгосрочный, равен вчерашнему, вот, теоретически идеальный Y, идеализированный уровень, это вчерашний уровень, плюс скорость изменения, плюс влияние ошибки. Нормально? Можно уточнить? Нужно. Зачем? Я немножко не понимаю. Зачем нам нужен параметр альфа перед УТ? Если у нас дисперсия ошибки неизвестна, и можно сейчас писать… Еще осталось уравнение для Y. Там будет нормировочный… То есть ответ на твой вопрос, он, собственно… То есть это совершенно классный вопрос, действительно, нафига тут бета, тут альфа, если я все равно регулирую сигма. Это абсолютно верный вопрос. Ответ на него дает уравнение для наблюдаемого Y, и вот там U войдет с единичкой. То есть здесь будет LT минус 1 плюс бета. То есть нет, это абсолютно клевый вопрос. Это говорит о том, что ты абсолютно прекрасно понимаешь роль параметров. Мне это, наоборот, очень понравился вопрос. Вот. Все. На этом ЕТС окончено. Вот. То есть, смотрите, что по смыслу показывают бета, альфа и вот эта вот единичка. Она говорит, что если произойдет какой-то шок у Т в экономике, то есть модель изначально ЕТСка… Еще раз. Вот это придумали Хиндманса-товарищи в 2011, если я правильно помню, году. Вот. То есть этого долго не было. Долго был просто набор формул для прогнозирования. Вот. Y с крышкой равняется и такая сглаживающая формула, которая говорит, ну, в будущий Y понятно, что входят прошлые Y с какими-то весами. И вот эти веса менялись по экспоненте, и поэтому она получила такое название экспоненциального сглаживания. Вот. Давайте посмотрим смысл вот альфа, бета. То есть, если на… Ну, то есть, я слежу, допустим, за количеством посетителей на улице. И вот у меня есть некий, насколько ежедневно растет количество людей на улице, ну, некий идеализированный показатель. И вот Y, T, сколько сегодня было на улице. И если у Т сегодня переворачивается грузовик с мороженым, ну, вот у Т плюс 20, на улице сегодня перевернулся грузовик с мороженым, то, конечно, сегодня на эту улицу набежит куча людей, которые, значит, натащат себе мороженого. Правильно? Нормально? Ну, если сейчас вот на улице перевернется, все мороженым засыпало, халявно, вот, то как бы сам сегодняшний Y подскочит сильно, да? Но БТ не сильно подскочит, правильно? Ну, как бы даже, может быть, вообще не изменится. То есть, темп просто вот, ну, как бы теплело, людей выходило на улицу все больше. Если в какой-то день переворачивается грузовик с мороженым, то, и вот, соответственно, вот эти бета и альфа, они показывают, насколько чувствительно к шоку в нашей модели долгосрочный уровень, тренд и темп просто, и, соответственно, вот это идеализированный Y. То есть, может быть, альфа и бета, например, равны нулю. Это означает, что шок происходящий никак не сказывается на долгосрочном темпе роста, а просто вот влияет на текущий Y мгновенно, да? А если бета равно близко к одному, то это означает, что какой-то шок от меры, он увеличивает не только сегодняшний Y, но и темп роста. Вот, соответственно, какие здесь параметры? Давайте разберемся, сколько здесь параметров, параметры, которые оцениваются, да? Параметры, которые оцениваются, которые на выходе получаются. Ну, давайте я пока не буду, я потом скажу аккуратнее, тут надо быть аккуратным с числом параметров, но давайте пока, поскольку тут немножко тонкая статистический подход. Ну, короче говоря, мы в реальности зачастую считаем не только параметры, а вот еще и условные. Ну, ладно, черт, я с одной стороны хочу сразу правду сказать, с другой стороны сразу правду тяжело. Ну, давайте пока тут вот, пока так, а потом я решу этот вопрос. Давайте считать число параметров, ну, по крайней мере, сколько мне нужно знать констант, чтобы вперед считать, доверить на интервалы. Ну, ясен пень, надо знать сигма квадрат, надо как-то знать бета, надо как-то узнать альфа. А еще, на самом деле, смотрите, чтобы считать y вперед, надо, вот в этом уравнении нет никаких проблем, в этом уравнении видно, что надо откуда-то стартовать. Окей? Ну, в этом уравнении я не могу посчитать бета седьмой, если я не знаю, какой он старт. Вот, поэтому еще бета ноль, здесь, соответственно, нужно L0, и все. Вот, если мне сказали, чему равны сигма квадрат, бета, альфа, B0, L0, то я могу прогнозировать вперед. А, Масик, давайте попробуем. А, ну, может, ой, черт, так сложно. Ну, давайте попробуем, да. То есть, если мне какой-то магический алгоритм, вот я, соответственно, засовываю мой y1, yt ряд, и он мне выдает там сигма квадрат с крышкой, бета с крышкой, альфа с крышкой, B0, L0, вот, то, соответственно, бинго я могу прогнозировать. Ну, давайте попробуем, давайте возьмем какой-нибудь L0, бинго, ну, давайте какие-нибудь числа возьмем, и прям построим сначала прогноз, а потом обсудим, как она оценивается. Вот, поскольку тут и прогнозировать будет не очень удобно, ну, как бы, ну, это такая боевая модель, уже тут много параметров, но, ну, давайте попробуем, значит. Так, хватит мне тут места. Да, давайте возьмем что-нибудь легкое. Ну, давайте считать, что L0, 10, B0, 1, альфа 0, 4, бета 0, 4, нет, давайте другую, 0, 5, сигма квадрат 16. И, допустим, давайте совсем короткий будет ряд, давайте, допустим, y1 равно, давайте вот здесь будет написано yt, здесь Lt, здесь bt, вот, давайте вот так, здесь Ut, t равное, сейчас такую табличку заполним, и станет понятно, как работает модель. То есть, смотрите, давайте себе представим пока ситуацию, что мы откуда-то вот эти штуки достали. То есть, давайте сначала озаботимся задачей прогнозирования. То есть, давайте скажем, вот, мне какой-то магический алгоритм выдал для этой модели сигма квадрат, бета, альфа, B0, L0. Выдал и ладошка. Как я буду прогнозировать? То есть, давайте сначала ответим на вопрос, как прогнозировать с помощью ETS-модели. Тут t равное двойке, ну, давайте вот так. И какие-то тут у меня известные 3y, ну, допустим, 12, 13, 15. Вот это y известные. И, соответственно, мое задание, смысл моего упражнения, вот это, соответственно, yt описываются ETS-моделью класса ААН. Известны параметры модели, известны фактические y. И задание такое. Постройте точечный и предиктивный прогноз на один и два шага вперед. То есть, задание упражнения следующее. Меня интересует мат ожидания от y4, при условии всей имеющейся у меня информации, да, f3, меня интересует. Ну, короче говоря, давайте я, чтобы, короче, задание написать, давайте я спрошу что-нибудь, типа, построите предиктивный интервал для y4, ну, естественно, с учетом всей имеющейся у меня информации, и построите предиктивный интервал для y5 с учетом всей имеющейся у меня информации. Аномально? Задача понятна? Понятно. То есть, еще раз, мне сказано, какой моделью класс, да, описывается, даны параметры модели, даны 3y, ну, тут тяжело в общем случае, то есть, ну, компьютеру без разницы, конечно, а нам лапками будет тяжеловато, если у нас тут будет 100y, поскольку тут такая итеративная процедура, она пробегает их сначала под конец. Вот, поэтому мы, ну, то есть, вот когда мы AR делали, мы там сказали, о, y100 и равен там тому-то, и спрогнозировали на 1-2 шага вперед. С ETS-моделью так не получится. Может быть, отчасти они поэтому чуть менее популярны, что когда AR-модель, то можно какое-нибудь упражнение дать, там, вот тебе y100, и вот тебе модель, спрогнозируй предиктивный интервал и обычный на там шаг и два шага вперед. А с ETS-моделью так не получается. Ну, ладно, поехали, я уже заболтался. Давайте, y0 нету, L0, давайте я буду протоколировать, в каком порядке я заполняю ячейки. Ну, сначала я просто расставлю L010, ну, давайте это там условно первый шаг, да, B01, это второй, ну, неважно, можно переставить, ну, просто я буду писать, протоколировать, в каком порядке я заполняю клеточки. Ну, давайте смотреть. Вот такая беда, что я, мне придется ползать туда-сюда, сейчас давайте, а, слушайте, давайте, а я вам спинул, в принципе, ссылку, слушайте, откройте у себя где-нибудь, если есть там, на телефоне или на каком-то втором девайсе, хотя, может, кто-то с телефона сидит, черт его знает. Ну, короче говоря, откройте вот эти уравнения, потому что я их помню, а вы их, естественно, не помните, это нормально, вы в первый раз их сегодня увидели, вот, и мне понятно, как быстро ориентироваться, а вам не очень, потому что я, у меня места на экране планшета не хватает, чтобы одновременно и на уравнение смотреть, и на табличку. Давайте я скину вам прям ссылку на нужное место в Хиндмане, сейчас я ее найду, ну, то есть, это вот то, что я открывал, вы можете ее, а вы не хотите, просто вы могли бы ее переписать денежи, ну, если вам... Давай я ее, давай я ее скину в чатик, вот, хорошо, если вам так удобнее, то есть это скриншот из Хиндмана, вот, вот, скриншот из Хиндмана, вот, соответственно, вы его там сами можете открыть по ссылке в восьмой главе, где-то вот там, ну, только у него эпсилон, а мне больше нравится У писать, вот, и, соответственно, ААН, это левая посередке, да, вот, это левая посередке модель, ну, и он не пишет уравнение для У, а я решил явно написать, что У нормальный У, а так, в общем-то, все то же самое, ну, вот, поехали, соответственно, можем мы что-то найти, давайте, вот идея, кто может заполнить, там, условно, следующую клетку таблички, попробуйте просто посмотреть на уравнение, тут нет никакой суперсекретной магии, посмотрите на уравнение и скажите, какую клетку таблицы вы можете заполнить на третьем шаге, давайте я даже отдельно три нужных уравнения выпишу, отдельненько и в чат, посмотрите на эту систему уравнений, Эпсилон это У у меня, он Эпсилон, а я что-то понял, что чем меньше греческих букв, тем студентам привычнее, ну, потому что мы вот как-то привыкли к русскому шрифту, к английскому, а к греческому тяжело, каждый Эпсилон потрудняет понимание. Можно у первой, если я правильно понимаю? Да, конечно, смотрим на уравнение, абсолютно верно, вот эту клеточку можно заполнить третьей по счету, действительно, давайте я тут буду прям протоколировать, третий по счету шаг у нас получается из уравнения, что Y первое, это L0 старый долгосрочный старый идеализированный уровень плюс скорость роста идеализированного уровня плюс случайные факторы, типа вот на нашей улице перевернулся грузовик с мороженым, поэтому плюс 100 человек сегодня на улицу вышло. Да, действительно, поэтому получается, что у 1 у нас равно единица. Единица. Отлично. Давайте дальше. Что еще теперь можно заполнить четвертый шаг? А теперь L1 и B1 по-моему можно найти? Да, конечно, теперь можно заполнить L1 и B1. Действительно, если посмотреть на уравнение, то B1 это B0 плюс β на U1, то есть вот этот эффект, случайный шок, который относится к первому времени, он по-разному влияет на наблюдаемый у сильнее всего и слабее влияет на темп и на равновесный уровень. Да, согласен. Ну, я не знаю, четвертый, пятый, ну, можно сразу сразу два, да, они как бы независимо заполняют. а, нет, не-не-не-не-не-не, простите, сначала четвертый, а, нет, одновременно, четвертый, пятый одновременно. Это, соответственно, L0 плюс B0 плюс альфа на U1. Нормально? Вот, соответственно, получается, что B1 равняется так, B1 равняется один плюс, так, я забыл свои параметры, давайте я их сюда перепишу, L0 равнялось 10, B0 равнялось одному, альфа и бета равнялись, я забыл, альфа 0,4 бета 0,5, альфа 0,4 бета 0,5. А, соответственно, получится 0,5 на U1 плюс 1 это полтора, да? Правильно? Да, полтора и одиннадцать с половиной. И одиннадцать с половиной. Отлично! Это вот заполнили на четвертом шаге. Давайте, кто скажет, что можно заполнить в табличке на пятом шаге? Я там обманул, конечно, одиннадцать с точкой четыре там только. Да, альфа 0,4. Да, я проверял просто. Потом так же, то есть следующую строчку так же, как предыдущую заполняем. Да, абсолютно согласен. Следующую точку, следующую строчку заполняем так же, как предыдущую, а именно Юнин? Сначала Ю2, потом можно Л2 и В2. Да, действительно, у нас У2, это Л1 плюс В1 плюс Ю2, и из этого соотношения мы получаем, что сколько тут, значит, 13 должно равна так же, что-то странное, я один не слышу. Тогда ты скажешь, или я? Говори. Не слышно. Еще и видео пропало. А, там планшета... Да, главное, что вебка работает. Не, она вебка с хампа, потому что планшет включился. Лан умер. Сейчас. Момент, меня выбросил на планшете, я там сейчас восстановлюсь. Ага. Я в курсе проблемы, но... Да, сейчас... И почему я не понимаю, как это... Я в вышкинской сети, здесь вроде хороший интернет, но мне надо выбрасывать там, иногда там. Вот. Сейчас. Все нормально. У нас запись идет, мы боремся за живучесть нашего... нашей подводной лодки. Сейчас мы сделаем... Ну, можно две минуты принять ванну, выпить чашечку кофе. Так, давайте я перегружу планшет. Что-то она... Зум... Или давайте выйду из митинга и заново зайду. Так, выйти заново зайти не получилось. Сейчас перезагрузим планшет. Вот. И я надеюсь, что... Вот. Сейчас... Ну, как бы минутку перезагрузится и... Теперь я не думаю, что это проблема андроида как такового. Я думаю, что это потеря сети. То есть... При... работе... То есть так-то я на свой планшет не жалуюсь. Мне вполне нравится. Вот. Но... Давайте... А можно вопрос? Ну, вы могли пока таблицу заполнить и решить. что... Ну, я Богдана жду, он тут вроде... Я пока отвлекаю остальных. На самом деле, был, так сказать, на самом деле, планшет выражал волю богов, что вам пора самим досчитать таблицу, построить прогнозы и доверить на интервалы на один и два шага вперед. Вот. Я все понял. я разгадал замысел проведения. Так, отлично. Кажется, мы снова в деле. Ага, супер. Ну что, кто досчитал табличку? Что там получается? И понятно ли логика, как ее досчитывать? Я вернулся в бой, а вы умерли. Вопросы те же. Кто досчитал табличку? И если кто не досчитал, а просто там напылинился, я понимаю, что у всех там свои дела и что можно вполне себе там, не знаю, сидеть там, играть с кем-то в шахматы и слушать лекцию? А знаете, все элементарно до того, как мы знаем игроки, давайте обсудим, когда у нас игроки неизвестны, когда уже именно прогноз надо делать. Ну вот, да, давай дойдем до низа, но низ таблицы нужен. Вот. Чтобы прогнозировать вперед, надо иметь низ таблицы. Можешь озвучить, если ты посчитал? Ой, извините, я, наверное, не могу озвучить. Кто-нибудь может озвучить, кто не поленился? Потому что нам нужен низ таблицы, чтобы прогнозировать вперед. Ну, я пока посчитал только следующую строчку. там 12... Да, давай, сколько? Там 12,94. Ага. 1,55. Ага. И 0,1. Ага. Ну, давай дальше. Значит, 15 это... Давай я тут у себя в сторонке на компьютере запущу калькулятор. Рам-рам-рам-рам-рам-рам-рам. Сейчас все, я запустил калькулятор. Сейчас мы, значит, из 15 вычитаем 12,94, вычитаем 1,55, получаем 0,51. Вот здесь у меня 0,51. И, соответственно, дальше мы находим следующий B. Это 1,55 плюс 0,51 умножить на... на что? На бета. Бета 0,5. Слушайте, а давайте остановимся на T равном 2 и дальше будем предсказывать. Ну, можно и так. Ну, что времени? Давай на всякий случай... Хорошо. А число некрасиво просто. Окей, хорошо. Давай так. Давай примем такое предложение, что остановимся вот здесь и будем предсказывать вперед с доверительными интервалами. Но у меня вопрос еще раз ко всем. Всем ли понятно, как мы вот начиная с... То есть, что на вход мы? Мы на вход имеем, значит, Y, стартовые значения L0, B0, альфа и бета. Вот это вот. И понятно ли, как заполнить всю табличку вниз? И она построчно пошла заполняться. Норм? Да, все понятно. Хорошо. Вот. Ну, допустим, мы заполнили до второй строки. Теперь давайте перейдем... Ой, что, тут мало места. Ну, ладно. Давайте я теперь к прогнозированию перейду. Сейчас я себе запишу. В общем, для прогнозирования нужна только последняя строчка. Вот. Но просто последнюю строчку не получить из... Без... Ну, она вот итеративно итеративно получается. То есть для прогнозов нам потребуется только последняя строка. И для точечных, и для интервальных. Вот. Вот эта вот нам строка нужна будет, чтобы прогнозировать вперед. Поэтому давайте я ее сейчас быстренько перепишу. 13, 12, 94, 1, 55, 0, 1. Так. Ну, поехали на следующую страницу. Значит, итого. Я ставлю вот строчку какую-то вот Y, T. Ну, вернее, строчка момента времени T. И тут у меня Y. Тут у меня... Сейчас они у меня шли Y, L, B. Чтобы так же было. Да, Y, L, B они у меня шли. Y, L, B, U. Вот. Ну, тут вот мы заполняли таблицу итеративно. Вот. И последнюю строчку заполнили. И последняя строчка у нас строчка номер... То есть это T, да? T, равное T большому. И важно, какое там. И вот у нас тут 13, тут 12, 94, тут 1, 55, и тут 0, 1. Вот. Ну, давайте писать. Просто честно пишем следующее, как Y формулируется в этой модели. Я же ничего, кроме уравнений, нет. Значит, Y, T плюс 1, оно чему равняется? Оно равняется L, T плюс B, T плюс U T плюс 1. Согласны? Ну, да. Соответственно, чему равно мат ожидания от Y, T плюс 1, если я располагаю всей доступной к моменту времени T информации? Если я располагаю всей доступной к моменту времени T информации, значит, вот эти все парни Y, L, B, U, я их посчитал. Вот я их в прямом смысле, они мне как известные величины. Поэтому это есть L, T плюс B, T, ну, потому что мы их посчитали, да, плюс мат ожидания от U, T плюс 1 при условии F, T. Согласны? Да. Ну, соответственно, поскольку я предположил про U, что они независимы, а на самом деле все вот эти показатели до момента времени T, вот эти вот показатели все они порождаются шумом, да, то есть случайно в них, собственно, источник случайности в модели это U, правильно? Других источников случайности в модели нет, поэтому вот вся информация, которую я располагаю, она порождается U, T, U, T минус 1, U, T минус 2 и так далее. И поэтому мат ожидания у меня опять случайная величина не зависит от сигма алгебры, я опять могу заменить на обычное мат ожидания. А обычное мат ожидания равно чему? Нулю. Нулю. Поэтому, соответственно, вот как выглядит формула для точечного прогноза на один шаг вперед. соответственно, ну, если меня интересует точечный прогноз на один месяц вперед, на горизонт один, ну, или там один год, ну, зависит от единиц, вот, E, T плюс 1 при условии FT, то это, соответственно, вот, пожалуйста, текущий долгосрочный показатель. Ну, то есть, еще раз, то есть, на самом деле, это вполне себе интуитивный результат, можно было сразу сказать, если вы интерпретационную составляющую поняли, еще раз, почему можно было сразу написать LT плюс BT, почему можно было сразу сказать. Что такое Y? Y – это зашумленный идеальный равновесный уровень, то есть, по-хорошему, мой прогноз Y, я вот этот шум не прогнозирую будущий, я прогнозирую, на самом деле, вот этот вот равновесный, долгосрочный, вот этот вот какой-то вот такой идеализированный левел. Ну, соответственно, чему равен завтрашний долгосрочный, ну, вернее, не долгосрочный, как равновесный идеализированный левел, он равен текущему идеализированному левелу, плюс текущий темп роста, Амасик, то есть, модель вполне себе интерпретируема. Да, да, хорошо. Вот, то есть, по смыслу, Y – это искаженный L, а L – это какой-то равновесный идеализированный уровень. Соответственно, точечный прогноз построили, это 12,94 плюс 1, что там, 55, кажется. Хорошо, теперь хотим интервальный прогноз. Для интервального прогноза нам надо чего посчитать? Ну, стандартарно, Да, конечно, нам надо считать условную дисперсию. Считаем условную дисперсию Y – T плюс первого при условии F – T. равняется. Ну, переходим к интервальному. Сигма, а там в предыдущем ответ 12,49. Чего, чего, чего в предыдущем? 14,49 на ожидании. А, спасибо. Для удобства. Давай, да, это хорошая мысль. Вот, значит, берем дисперсию L, T плюс B, T плюс U, T плюс 1 при условии F – T, но для меня вот эти величины, они известные. Давайте другим цветом это оформлю. Вот эти вот известные. А раз они известные, то влияют они на дисперсию или нет, если я отношусь к известным константам. Да, это просто дисперсия U, t плюс 1 при условии ft опять вот это случайная величина и это сигма алгебра они независимы поэтому я заменяю условную дисперсию на какую на простой получаем символ на простую получаем сигма квадрат а сигма квадрат у нас в реальности нам компьютер дает оценки когда мы просим там софт скажи оцени нам етс а м он говорит о у вас сигма с крышкой там я не помню 16 был я специально взял чтобы квадрат легко или 25 вот все нашли соответственно пожалуйста 9 поскольку у нас распределение нормальная до y это у нас какая-то сумма ушек ну как бы есть посмотреть на структуру модели то видно что y туда ушки линейно входят да ну посмотрите сами в каждое уравнение ушки входит линейно поэтому на самом деле y это какими-то весами у 1 у 2 у 3 у т а yt это с какими-то весами ушки ну потому что посмотрите в каждую составляющую ушки входят линейно поскольку y это сумма l и b и у то поэтому y это линейная какая-то комбинация разных ушек то есть в игрек 3 входят у 3 у 2 у 1 у 0 а вот ну или если там ее инициализировать в минус пятом то еще там у минус первое минус второе вот но идейно y это линейная комбинация ушек поэтому игрек тоже нормально вот поэтому у нас получается что предиктивный интервал у нас уже построен если мы хотим 95 процентов предиктивный интервал для yt плюс 1 то он у нас выйдет от 14 49 минус 1 96 умножить на корень из чего 16 из 16 до 14 49 плюс 1 96 на корень из 16 на масик да все хорошо хорошо ну давайте теперь тогда в качестве упражнения напишите мне для напишите для етс модели а ну в общем виде то есть чтобы проще было контролировать поскольку я боюсь мы сейчас этими числами подставим чтобы проще было контролировать напишите чем значит прогноз на два шага вперед на горизонт прогнозирования два шага чему равняется мат ожидания от yt плюс 2 при условии что я располагаю теме вот этими случайными величинами относящимися до момента т включительно то это минус 1t минус 2 то есть посчитайте чему это равняется ну давайте там минутки 3 просто попробуйте самостоятельно мне кажется что это гораздо больше смысла чем я вот ну попробуйте не получится я конечно могу то есть не переживайте что то есть мой призыв прежде всего не бойтесь говорить что ой что-то непонятно но даже если вы сидите и тихушничайте то но это на мой взгляд не очень стратегии но все равно я сейчас выведу если у вас не получится вот сейчас это ну в общем вы водить а я себе чай богдан да да так все решение короче что же отойду понял не я я красава на пьяцу зайди лайкни мой вопрос чтобы на него ответили быстрее так все и на себя ответ или бакар наташ она ушла карин карин ау да я суточки вот я уже даже чай налил давайте проверять какой ответ получился ну или ну в общем на самом деле технологии банально вот беру подставляет там что там это l t плюс 1 плюс b t плюс 1 плюс у t плюс 2 ну как бы эта формула для игрек t плюс 2 у ft ну надо соответственно тут уже как бы надо тут и темп роста вот ну мат ожидания от у t плюс 2 чему равно при условии ft будущая ошибка она непредсказуема норм потому что ошибки независимы но это просто ну а дальше значит равняется мат ожидания от l t плюс 1 при условии ft плюс мат ожидания от b t плюс 1 при условии ft ну что подставляем теперь l t плюс 1 а что делать мат ожидания от l t плюс b t плюс альфа на у t плюс 1 при условии ft вот этот второй раскручиваем это мат ожидания от b t плюс бета на у t плюс 1 при условии ft все нормально или что-то непонятно да все понятно спасибо вот ну раскрываем скобки значит все показатели которые относятся к моменту времени t они известны и а мат ожидания будущих ошибок они какие опять ноль опять ноль норм или надо пояснить люди думаю норм не надо пояснять все очевидно хорошо ну вот и видно что формула уже другая для прогнозирования да то есть прогноз на два шага вперед уже будет отличаться да будет l t плюс 2 b t что в общем-то логично ну как бы опять же подумайте интуитивно почему это очень логичный результат кто может объяснить почему это очень логичный результат ну потому что когда мы на два шага берет нас получается темп роста на два раза умножается и мы пытаемся когда считать мат ожидания предсказать идеально да 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 то есть то есть что такое bt это наше последнее мнение о темпе роста ну поскольку уравнение для bt у нас без затухания там еще есть вариант с затуханием потому что понятно что некоторые модели например у вас показатель положить ну то есть для краткосрочных прогнозов это ничего а если вы совсем долгий прогноз делаете с трендом а у вас показатель положительный а текущий тренд нисходящий да то для краткосрочного это норм да как бы а для долгосрочного не айс да как бы потому что понятно что если у вас показатель положительный ну и там какой-то b вышел отрицательный понятно вы там отступите вперед на тысячу шагов И у вас получится какая-то ересь, величина, которая не бывает отрицательной, становится отрицательной в прогнозе. Поэтому там есть то, что я вначале говорил, затухающий вариант темпа роста, когда он там корректируется, когда он не просто на 2 домножается. Но, в принципе, да, когда он не затухающий темп роста, то прогноз вперед этот мы прибавляем несколько раз. Ну, просто потому что у нас уравнение для БТ, оно безумно простое. БТ – это предыдущий БТ-1 плюс БТ на случайную ошибку. Из-за этого уравнения, когда я прогнозирую следующие темпы роста, их прогноз – это последний оцененный мной темп роста. Нормально? Да, нормально. Ну и, соответственно, все это значит наш точечный, то есть в нашем конкретном случае точечный прогноз у нас выходит, соответственно, мат ожидания от УТ плюс 2 при условии ФТ. Его по-разному обозначают. Иногда его просто обозначают У с крышкой Т плюс 2, сделанный в момент времени Т. Иногда вот так пишут. То есть есть разные учебники. Иногда вот так пишут. Некоторые авторы совсем просто пишут, что вот так вот. Понятно, что до Т – это сколько мне известно, а плюс 2 – это сколько надо прибавить. Вот. Ну, то есть, в общем, по-разному пишут. Вот. Это так вот совсем официально. И я пишу не потому, что я люблю официоз, а потому что, чтобы подчеркнуть, о, да это же условное мат ожидания, которое мы считали в прошлом модуле. Чтобы вы осознавали, что это на самом вот та самая зверюга по сигма-алгебре, вот мы ее считаем. Ну, пишут, ну, то есть, Хингман, по-моему, вот так пишет. Вот. Ну, пишут еще по-разному. То есть это одно и то же. Просто с формальной математической точки зрения это ожидание по сигма-алгебре. Ну, как бы этим никто обычно не заморачивается, потому что сигма-алгебра – это страшно, это долго вводить объекты. Поэтому обычно вот просто пишут. Ну, это точечный прогноз. Так, хорошо. Ну, соответственно, у нас получается в нашем случае он равен 12,94 плюс 2 умножить на 1,55. То есть 12,94 плюс 3,1 и будет 16,04, если я нигде не ошибся. Вот. Ну, что, переходим к интервальному. Интервальный. Чтобы посчитать интервальный прогноз, нам надо посчитать дисперсию yt плюс 2 при условии ft. Ну, давайте я вам опять самим дам минутки 3 и потом обсудим, что должно получиться. Он выйдет шире. То есть она такая более… Ну, как бы она сразу, в отличие от Аримы… Ну, хотя нет, Арим тоже там дает уширение. Он шире должен выйти интуитивно. Чем дальше прогнозируем вперед, тем больше мы не уверены. Вот. Ну, давай 2-3 минутки и посмотрим. И, как бы, тем самым мы ААН разобрали. А дальше обсудим после перерывчика, как сезонность добавлять. А дальше, как бы, этих двух примеров, я думаю, хватает, чтобы понять логику любой. Вот. И, ну, на экзамене я вам так даже могу пообещать, что будет одна задачка. Уравнение есть. Я вам дам там, условно, последнюю строчку. Ну, сделайте мне прогноз там на 1-2 шага вперед. Я напишу модель. Вот там. А все формулы, в принципе, есть в Хиндмане. То есть, ну, вот вы видели скриншот. То есть, понятно, что тот, кто работает с этими моделями, он с нуля там может их написать быстро. Вот. А, естественно, как бы, я не в смысле того, что их надо заучивать, а в смысле, что если вы работаете, они у вас запомнятся. Если вы не работаете, ну, вы их быстро загуглите. Вот. Поэтому… Учить не надо, но быть в состоянии таком, что вот дана тебе эта табличка со всеми формулами всех ЕТС-моделей, дана тебе последняя строчка, где там указаны YT, LT, BT, ну, там, сезонность T. И вот, чтобы ты мог прогнозировать на один шаг вперед, на два шага вперед и точечный интервальный прогноз. Ну, если можешь, значит, понимаешь. Вот. Если формул и последней строчки таблицы не хватает, значит, что-то не так. Ну, и вот. Понятно уровень, да? То есть, я как бы не ожидаю, что вы возьмете, выучите все эти формулы. Ну, вот уровень, который нужен, это, на мой взгляд, знаю последнее состояние модели, знаю формулы, могу спрогнозировать вперед, то есть, меня высадят на необитаемый остров. Могу реконструировать цивилизацию. Ну, чего, кто нашел дисперсию YT-2? Пока я болтал. Я хотела уточнить, у нас L, B, U, они все независимы, да? Или не факт? Нет, они зависимы, туда же общие ошибки входят. То есть, они зависимы, конечно, члены личных. То есть, ну, они могут быть условно независимы по какому-то признаку, но нет, они все независимы. Ну, потому что, посмотри, они все, там вот так нельзя просто, видишь ли, в B и в L обязательно входит U с разным весом. Поэтому можно там посчитать теоретически, то есть, можно посчитать какие-нибудь всякие свойства модели, типа там, ковариации B, T, L, T при условии F, T-1. Можно посчитать вполне себе такую ковариацию, да? То есть, вот это я показываю, кого я оконстантил, и случайной величиной здесь осталось только U, T. Но она входит и в тот, и в тот, поэтому она... Кстати, хороший вопрос на свойстве модели, какая ковариация. Кстати, мне понравилось. Можно предположение сделать? Давай, иди. Так, что-то я... А, я не догнал, у меня еще одна страница. Давай. Да, да. 1 плюс корень... Глупо сейчас может быть. 1 плюс корень 0,4 плюс корень 0,5. И все это умножить на сигма квадрат? Нет? В корне не должно быть. Дисперсия не может вырезать корни. В стандартном отклонении. Ладно, в дисперсии... Нет, давай сделаем. Ну что, подставляем. Извините, извините. Значит, ты прав, что там где-то сигма квадрат будет, и она на 1 плюс что-то. Это структура, да, но корней не может возникнуть. Ну, в дисперсии. Вот. Что это такое? Ну, опять, это LT плюс 1 плюс BT плюс 1 плюс UT плюс 2 при условии FT. Ну, ладно. Поскольку мы выяснили, что они коррелированы, то просто разложить на сумму дисперсии не получается. Ну, ладно, давайте вот этих парней просто разложим. Это дисперсия LT плюс BT плюс альфа UT плюс 1. Это вот LT плюс 1. Плюс BT плюс бета UT плюс 1. Это вот BT плюс 1. Плюс UT плюс 2. А, я понял, что это на альфа и бета в квадратности, а я корень не взял. Вот. Ну, соответственно, смотрим. Все показатели к моменту времени T фиксированы. То есть не случайно как будто. То есть вот эти вот парни, вот этот парень, они у меня известны в момент времени T. Поэтому они влияют на дисперсию или не влияют на условную? Не влияют. Не влияют. Поэтому я оставляю дисперсию от альфа плюс бета UT плюс 1 плюс UT плюс 2 при условии FT. Потом мы говорим, что это будущие ушки, а я знаю текущую и ранее. Опять независимые. Значит, вот здесь у меня независимость. Значит, я просто убираю сигма-алгебру свою. Альфа плюс бета UT плюс 1 плюс UT плюс 2. Вот эти ушки между собой независимы. Поэтому выходит альфа плюс бета в квадрате на сигма-квадрат плюс сигма-квадрат. Норм? Да, все понятно. Ну и выходит, соответственно, 0,9 в квадрате на 16 плюс 16. Ай-ай-ай-ай. 1,81 на 16. И, соответственно, предиктивный интервал мы легко строим. Значит, от 16,04, ну 95-процентный, допустим, минус 1,96 на корень из, ну вот этой самой 1,81 на 16, мне лень считать, до 16,04 плюс 1,96 на корень из 1,81 на 16. Ну что, предиктивный интервал на 2 шага построили? Построили. Давайте тогда объявим перерыв, потом посмотрим еще на одну, ну может на 2 вариации, то есть с сезонностью, с мультипликативностью, построим там на 1 шаг прогноз вперед, а дальше скажем, что, ну дальше, наверное, приступим к функции правдоподобия, то есть если успеем, как компьютер максимизирует, да, вот, ну и, собственно, все. Дальше, как бы, тут, ну, модель, вот, дальше вопрос. А вы говорили, что не было возможности посчитать до этого предиктивные всякие интервалы, да? Да, потому что она, если ты посмотришь, у Хиндмана там написано, то есть если ты посмотришь там, что до, до вот 2011 года она записывалась без статистических предпосылок, она записывалась вот так вот, то есть если ты, сейчас я открою, как она была, я, как бы, это представление, вот оно тяжело запоминалось, ну, то есть до, до, ну, соответственно, как ЕТСААА выглядела в молодости, ЕТСААН в молодости, да, как она выглядела, в ней не было статистических предпосылок, и она имела следующий вид, ну, я, честно, у Хиндмана стащу, там было написано, что У с крышкой, Т плюс на H шагов вперед, если я стартую с момента времени Т, это ЛТ плюс H на БТ, окей, ну, как бы логично, да, то есть это интуитивно понятно, как это открыть, да, что У через H шагов вперед, то есть из-за своей интуитивности, вот эти формулы для прогнозирования, их можно получить вполне себе разумно, да, соответственно, ЛТ считается по формуле альфа на YТ плюс 1 минус альфа на ЛТ минус 1 плюс БТ минус 1, как интерпретируется эта формула, но она говорит, что долгосрочный уровень текущий, это некое средневзвешенное, то есть как интерпретируется протокол изменения долгосрочного уровня, это средневзвешенное между сегодняшним Y и прогнозом равновесного уровня, то есть текущий равновесный уровень, это средневзвешенное между текущим Y и его прогнозом Y с крышкой, и Т плюс 1, ой, Т, Т минус 1, и последнее уравнение на БТ, БТ это какое-то, вот здесь он что-то пишет БТ со звездочкой, наверное, оно там взаимно однозначно соответствует, не знаю, почему Хиндман здесь пишет БТ со звездочкой, вот я просто вот в таком виде его не знаю, вот в структурном виде я его вот с нуля могу написать закрытыми глазами, а в таком виде я его вот не знаю, почему он здесь пишет БТ со звездочкой, наверное, оно как-то взаимно однозначно тому БТ соответствует, не уверен, то есть хороший вопрос, вот почему-то тут БТ со звездочкой, не знаю, надо подумать, вот ЛТ минус ЛТ минус 1 плюс, надо подумать, слушай, хороший вопрос, почему тут БТ со звездочкой, а не БТ он пишет, у него есть какие-то причины, ну поскольку это чувак, который изобрел, ну один из авторов статистической модели, то, наверное, он имеет какие-то основания, но я честно сейчас не скажу, то есть может быть я посмотрю и придумаю такой вопрос для контрольной, что-нибудь такое вот, ну вот, вот как она была в молодости, нет никаких, это просто способ прогнозирования, за ним есть некая интуиция, ну понятно, что прогноз на аж шагов вперед, это вот последний равновесный уровень плюс аж на последний темп роста, понятно, что долгосрочный уровень, ну наверное, да, это какое-то вот сглаживание между прогнозами, прогнозом долгосрочного, ну вот этого равновесного уровня и Y вносит поправки, а БТ, да, это вот один способ спрогнозировать текущий темп роста, а это вот прошлый темп роста, да, то есть она поэтому называется модель экспоненциального сглаживания, да, то есть она вот сглаживает, берет, взвешивает с разными весами фактическую наблюдаемую величину и ее прогноз, то есть на самом деле вот это фактическое, вот это прогноз, вот это то, что у нас был де-факто рост равновесного уровня, а вот это, это тривиальный прогноз роста уровня, то есть она, вот у нее такая идея была, и она поэтому жила как бы вот в прогнозных уравнениях без U вообще, и поэтому в ней вот когда она была до 2000, то есть она 40 лет, вот она, если не больше, она жила вот в таком стиле прогнозы можно строить, неплохо вроде, даже иногда Риму обыгрывает, а вот доверительных интервалов нет, вот и поэтому она такой была бедной родственницей во всех учебниках, ну типа, ну мы не будем ей рассказывать, потому что в ней доверительный интервал не построить, гипотезы не проверить, вот альфа подбирается минимизацией ошибки, бета подбирается минимизацией ошибки, функции подбора нелинейные, вот, поэтому вот была такой бедный родственница. Да, вы знаете, если я правильно вижу логику, да, тут получается у нас ошибка появилась вот в БТ, например, да, оттуда, что мы раскрыли скобки, бету вот эту вот, ну, как сказать, общие привели к общим, да, вот бету за скобки вынесли, получается такая разница между, вот как вы говорили, да, то, что исследует из фактического и вот этой беты, да, вот как бы теоретической модельной, то получается ошибка отсюда вышла, то есть и так. Да, ну то есть вопрос, вот это было давно, вот этим формулам им типа 50 лет, а вот статистическому представлению лет 8. Если вы смотрите учебники, то вот там, ну, есть такая Петрушка, что надо смотреть, когда он был написан или каким автором он был написан, потому что даже если автор современный, ну, как бы его в институте, в университете могли воспитать, ну, вот это вот, ЕТС – это бедный родственник, вот, поэтому она уже не бедная, она уже вот в высшем обществе. – Ну, спасибо большое, так прям интересно было. – Вот, ну, сейчас после перерыва продолжим. Давай. – Хорошо. – Все, пока-пока. Ну, в смысле, я сейчас прервусь, вот, давайте. – У нас перерыв. – Ну, давай, 18-15, хорошо? – Да, 15-15. – Давай, 18-15 продолжим. Пауза, ну, чтобы заодно и видосики разбить на две части. – Спасибо. 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 – Спасибо.